Друзья, здравствуйте! Алексей Гуман, меня зовут. Вы на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. И сегодня у нас в программе. Кто на самом деле привел Путина к власти? Как неожиданно поддержали в Соединенных Штатах передачу Украине дальнобойных ракет? Какие тайные знаки подавал Павел Дуров во время интервью Такеру Карлсену? Сколько лет тюрьмы грозит Юрию Дудю? И никогда не догадаетесь, за кого вышла замуж мама Никиты Калагривова? Александр Демченко, международный аналитик, сегодня с нами. Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Леша! Я знаю, вы, наверное, сразу хотите перейти к теме Никиты Калагривова. Да не дай бог. Я думаю, ее вообще обскочит, честно говоря. Но я думаю, мы с вами не обойдем ее. На десерт. Оставим на десерт. Начнем, конечно, с нашумевшего достаточно фильма о первой части сериала команды Навального под названием «Предатели» о начале 90-х. Мария Певчих рассказывает в этом фильме, как Борис Боризовский и Роман Абрамович разворовывали Россию в начале 90-х. О тех, кто приложил все усилия, чтобы привести Путина к власти. В первую очередь, конечно, обвиняет она Бориса Ельцина, его окружение. И вот фонд борьбы с коррупцией называет этот сериал чуть ли не наследием Навального, потому что главная цель ответить на тот вопрос, которым он задавался при жизни. Как в России стало абсолютно реально и, возможно, не только там коррупция, но и диктатура и война. В целом, Александр, знаю, что вы ознакомились с этим фильмом. Вы ответы там на эти вопросы основополагающие нашли? Вы знаете, Леша, я ищу ответы, наверное, последние лет 15. И найти на все вопросы не могу. И этот фильм «Мария Певчих и команда ФБК» мне на самом деле ответы, которые я искал или хотел бы найти, не дал. Вы знаете, в чем проблема этого фильма? Только не подумайте, ребята, что я ханжа, потому что фильм там за миллион уже давно вышел. Сейчас скажу, Демченко обсуждает фильм, который вышел за миллион. Результат на табло. Нет. Просто, понимаете, дело в том, что вот людям, которые родились после развала Советского Союза, вот таким, как я, таким, как вы, Леша, им интересна эта история, потому что мы хотим понять, ну, те, которые интересуются или тем, которым любопытно, да, а что происходило, как все произошло и почему Путин стал Путиным, почему вот пришел Ельцин, почему рухнул Советский Союз, почему вот так развивалось все последние, там, 32 года. И этот фильм, понимаете, многим людям, которые его посмотрят, которым 20, которым 30 и так далее, они подумают, что это правда, что это ответы на вопросы, что во всем виноват вот проклятый Борис Березовский, Роман Абрамович, и что Ельцин был коррупционером. Но это такой очень примитивный ответ на вопрос. Я считаю, что фильм этот нужно было выпускать. Вот когда на Марию Певчих налетели все российские оппозиционеры, особенно те, кто связан с Михаилом Ходорковским, потому что там рассказывается о Михаиле Ходорковском, он буквально сейчас недавно выпустил пост, где спрашивает, вопрошает, да, зачем нужно этот фильм было выпускать, к чему это все. Вы или медиа ФБК, или вы политическая организация. Или это конкуренция, или тогда переходите в разряд медиа, тогда и спрос у вас другой, проверяйте источники, берите интервью у меня. Но, понимаете, не так оно все было, если вкратце. Совершенно не так. Потому что я не увидел там нескольких важных для меня вещей. А эти вещи, они являются краеугольным камнем вообще во всем. Вот, знаете, кооператив «Озеро», из которого вышел Путин, люди, которые создавали вместе с ним кооператив «Озеро», они бы, понятное дело, не появились бы в системе, которая не была бы коррумпирована. Это очевидные вещи. Был ли Ельцин коррупционером? Конечно, был. Но это была совершенно другая коррупция. Это была коррупция уровня коммунистической партии. Это была коррупция уровня КПСС. Когда там условному Горбачеву на Форосе строили там домик с эскалаторами, со спусками, когда его жена ела все, что она хотела, и даже взрывали скалы для того, чтобы открывался вид прекрасной с той дачки, на которой жила она вместе со своим мужем. Это была коррупция? Это была коррупция. Получали ли эти люди огромные квартиры, огромные дома, ели ли все, что они только хотели во времена дефицита? Да. Это коррупция? Это коррупция. Но понимаете, это не то, что произошло потом, потому что есть коррупция уровня коммунистической партии, КПСС, а есть коррупция чекистов, которые пришли ко власти. И я вот там не увидел, что, например, Юмашев представлял, возможно, и скорее всего, КГБ, и что у него была конфронтация с Коржаковым, который тоже представлял КГБ, был охранником президента просто из девятки, из охранного управления. И что на самом деле эта борьба закончилась полным поражением Коржакова, которого Юмашев выгнал и организовал клан «Семья», который, конечно же, был коррупционен. Я не увидел там того, что Абрамович появился вместе с Путиным, и что люди, которые выстраивались вокруг Березовского, и чтобы вы знали, не только Абрамович ездил с Березовским в Испанию, но и Путин уже в Ленинграде ездил с Березовским в Испанию, и Бадри Патрикасишвили, партнёр Березовского, главный партнёр Березовского, который хранил кассу Березовского, тоже был дружен с Путиным. И вот как раз Путин занимался коррупцией в Ленинграде, и Березовский его таким образом подогревал, как и многих других. И люди, которые окружали Березовского, вот этого мамонта олигархического, который был тоже связан с КГБ, как и многие другие. И под Березовским был КГБ, и под Абрамовичем был КГБ, и под Ходорковским тоже был КГБ, отдельно взятые генералы, понимаете? Или кто-то из них был завербован даже. Но все эти люди так или иначе были частью вот той вот чекистской системы, которая потом получила власть. И я на этот вопрос вообще этого всего в фильме не увидел и вряд ли увижу, по одной простой причине. Потому что ФБК показывает все через призму очень плоскую, через призму коррупции. Вот если Дима Медведев, он вам не Димон, крадет, и у него там уточка где-то плавает, понимаете? Так и у Ельцина должна быть такая же уточка. А Ельцин сложнее Медведева, Валана, как его называл Познер, понимаете? Он сложнее Медведева, он сложнее Путина. Все эти ребята, Абрамович, который вместе с Путиным появился, и потом они же все предали Березовского. Березовский их скормил, и они же его и съели. И Абрамович всегда был кошельком Путина. И он с точки зрения кошелька Путина вел переговоры с Украиной и продолжает каким-то образом пытаться их вести, как кошелек Путина, для того, чтобы сохранить какие-то его деньги. Вот и все. И на эти все вопросы мы не получим ответы. Но этот фильм важен, потому что я считаю, что если мы не начнем копаться в том, что было тогда, мы не получим ответ на вопрос, а что происходит сейчас. Но мое мнение очень простое. Необходимы просто другие еще фильмы, более качественные, для того, чтобы мы все это поняли. Наверное, так. Да, и важный вопрос еще не только, что происходит сейчас, но и что будет дальше. И для того, чтобы разбираться в этом, наверняка важно осознать и переосмыслить то, что было раньше. Друзья, если у вас в голове есть ответы на такие основополагающие вопросы, как кто привел Путина к власти на самом деле, и почему у России диктатура и война стали возможными, оставляйте их в комментариях. Я не стал тратить время в начале, но мне кажется, уже самое время поставить лайк нашей беседе. На палец вверх нажать несложно. Смотрите, значит, под этим видео есть значок, там вот рука с пальцами вверх. Нажимаете на него, нас становится больше. Это позволяет вам присоединиться к очень закрытому элитному клубу подписчиков YouTube-канала Дмитрия Гордона в гостях у Гордона, если вы еще и нажмете на кнопку подписаться, и видеть наши встречи с Александром чаще, и видеть наши интервью отдельные каждый день. Представляете, каждый день. То есть 60 интервью в месяц выходит у меня и у Александра суммарно. Поэтому, друзья, с нами точно не соскучишься, подписывайтесь. Будем рады вашим просмотрам и вашим комментариям. Что еще, кроме этого фильма, на досуге посмотрел я? Посмотрел я интервью Павла Дурова, Такеру Карлсону. Значит, видимо, Карлсону очень интересная российская повестка, потому что, ну, помним его интервью с Путиным, теперь вот интервью с Дуровым, который сейчас живет за границей. Основная тема была, конечно, деятельность ВКонтакте, который создавал Дуров, деятельность Телеграма, который теперь хотят запретить в Украине. В целом, если взять основные тезисы, то Дуров рассказывал о том, как на него давили спецслужбы и американские, и российские. На нас, конечно, российские интересуют в первую очередь. Оказалось, что, ну, в целом, это, наверное, не было, это был такой секрет Палешенеля. Но Дуров еще раз подтвердил, что Россия угрожала Дурову, требуя от него раскрыть личные данные тех, кто организовывал революцию достоинства в 2013-2014 годах в Украине, кто организовывал протестные акции внутри России, требовали блокировки страницы, в итоге поставили вопрос ребром. Либо Дуров сотрудничает со спецслужбами, либо он за копейки продает свою социальную сеть ВКонтакте и уезжает из России, иначе кто знает, что с ним может произойти. Дуров утверждает, что его нынешний проект Telegram, значит, безопасен, с никакими спецслужбами он не сотрудничает, никому информацию никакую не передаем. И вообще мы такой последний оплот свободы слова, значит, и вот независимости чуть ли не среди всех социальных сетей и мессенджеров. И здесь вот как раз в контексте вот этих разговоров в Украине о том, что Telegram неплохо было бы запретить, возникает вопрос. А можно ли Дурову верить? Как вы считаете? Вот это интервью Карлсона, где Дуров просто пытался убедить миллионную, многомиллионную аудиторию в том, что Telegram это Йоу, никакое ФСБ, ЦРУ до него свои руки не дотянет. Вот мы немножко неправильно все смотрим на это интервью. Мне представляется так. Ведь одно из самых ключевых это то, что Катакер Карлсон подписался и создал свой во время интервью Telegram канал. Это была такая реклама, промо-телеграма в Америке. На фоне того сворачивания ТикТока возможного, это, конечно, важно. Людям, которые поддерживают Трампа, получить еще какую-то альтернативную социальную сеть. 900 миллионов, ну будет миллиард 900, почему бы и нет. Все сторонники Трампа, если там подпишутся, ну может быть будет не миллиард 900, может там будет, не знаю, полтора миллиарда, но не имеет никакого значения. Это определенный, конечно же, инструмент. Но дело не в этом. Понимаете, Леша, мы все прекрасно понимаем, что огромное количество российских телеграм-помоек, ну как помоек, помоек, которые там миллион, два миллиона, полтора миллиона подписчиков имеют, они распространяют пропаганду. И таких каналов очень и очень много. И эти каналы, конечно же, провоцируют войну. И вопрос, когда к Павлу Дурову спрашивают его, а почему вы не следите за этим, почему вы позволяете это делать. Ответ очевиден. Это свобода слова. Понимаете, в представлении Павла Дурова это свобода слова. Очень хорошо уехать в объединенные Арабские Эмираты, где у России лайтовый режим, как и для ее айтишников, вообще хорошие договоренности, да, между спецслужбами в том числе, и сидеть там и работать. Ну, продал ВК, ну хорошо, теперь есть телеграм. И что ФСБ не пасется в телеграме или военная разведка России или нарышкиновские ребята и службы внешней разведки, да перестаньте. Они создают эти все помойки и распространяют пропаганду. Они контролируют и они раскручивают все эти телеграм-помойки, вбрасывая деньги на информационное сопровождение, которое выдает им из бюджета Владимир Путин. Такой же чекист, как и они. Поэтому, ну нет, ну не надо настолько примитивизировать весь этот процесс и считать, что вся аудитория это абсолютные идиоты. Нет, не идиоты. И когда мы говорим в Украине, что необходимо запретить телеграмы, наверное, необходимо просто тщательнее отсматривать, как правильно сказал Дмитрий Гордон, пусть покажут свои лица, кто эти люди, которые ведут все эти разные помойки, да, которые набирают там миллионы или там даже 30 тысяч, но тем не менее не распространяют пропаганду или какое-то насилие, показывают, да, своей внутренней аудитории или невнутренней аудитории. Может, это пятая колонна России. Но, понимаете, мы также должны с вами обратить вот на что внимание. Когда он говорит, что он приехал в Сан-Франциско, на него напали, и более того, ФБР его там прессовало и пыталось узнать у его инженера какие-то коды, и к нему имел определенные вопросы. А почему мы не знаем в принципе, а какого рода вопросы ФБР, Федеральное бюро расследований, имело Павлу Дурову? Может быть, они просто хотели его проверить на принадлежность к российским спецслужбам или в отношении того, сотрудничает ли Телеграм с ФСБ или не сотрудничает? Может быть так? Очевидно, что когда ВК влияло на, и влияет, кстати, на общественное мнение в России, в Беларуси и многих других странах, и ранее влияло на украинскую действительность, информационную и неинформационную, да, в сети создавало пузыри. Очевидно, что ФБР была очень заинтересована Павлом Дуровым и тем, что же делал ВК, и, конечно же, что же будет делать или делает Телеграм. Понимаете, в чем дело, Леша? Там есть еще одна очень ключевая история, которую озвучил Дуров. Он сказал, что Илон Маск хороший, что на него довели демократы, что они ему прессовали различного уровня угрозы, что они пытались узнать информацию о подписчиках или сторонниках Дональда Трампа. Означает ли это, что Павел Дуров подыграл Илону Маску и Дональду Трампу во время избирательной кампании против демократов? Означает ли это, что Илон Маск ищет себя союзника в виде Павла Дурова? На фоне противостояния его с такими людьми, как Марк Цукерберг или там представители Гугла и App Store, которых тоже критиковал Павел Дуров. Это вообще интервью необходимо разбирать, разбирать и разбирать с точки зрения политики. Но я вам, друзья, его посоветую посмотреть немного под другим углом. Посмотреть вот тем, которые хотят менеджировать, управлять какими-то даже маленькими корпорациями, маленькими какими-то предприятиями. Это очень полезная вещь, потому что она показывает, как нужно правильно подбирать персонал, как нужно правильно управлять всей своей системой и какая система, в принципе, может быть работоспособной. С точки зрения подбора людей, вот это абсолютно классное бизнесовое интервью. Но я никогда не поверю, если мы заканчиваем уже эту историю, что Такер Карлсон уже это полезно идет. Потому что взять интервью у Путина, а теперь взять интервью еще и у Павла Дурова, но я не знаю, кто будет третий тогда. Может быть, он вытащит, не знаю, покойного Жириновского или придет на кладбище и с ним поговорит. Но я не представляю. Понимаете, все-таки это очень и очень интересная и забавная история. Есть, Александр, извините, нейросеть Жириновский, вы знаете? Ну, хорошо, будет теперь разговаривать на этом уровне, брать в них интервью. Все-таки это очень какая-то странная история. Обещают, что либеральный журналист придет к Павлу Дурову и сейчас возьмет у него интервью. Наверное, это будет Антон Красовский. Я думаю, именно этот человек, либеральный журналист, готовый топить украинских детей, открытый гей Российской Федерации, друг Маргариты Симонен, наверное, я так предполагаю, будет тем самым либеральным журналистом. Кстати, посмотрим, кто придет, тот и будет показывать. Это очень быстро отобразит, кем является на самом деле Павел Дуров. Да, и будем следить, друзья. Тут же, кстати, если так внимательно присмотреться к этому интервью, уже не к смыслам, а к скрытым, скажем так, сигналам. В сети широко сейчас обсуждаются тайные знаки, которые якобы передавал Павел Дуров. Значит, во-первых, что мы видим там в интерьере, в котором они находятся? Ну, огромная статуя Аполлона, да, понятно. Значит, тут как бы отсылки на самого Дурова, который любит в социальных сетях, значит, позировать обнаженным, там, значит, вот он красиво там ложится в какую-то ванну со льдом, окунается, значит, в какие-то купели, да, проруби, такой накачанный, значит. Ну, и вот такое самолюбование, в общем, объяснимо этой статуей. Дальше, что у него там есть? У него там есть черная шкатулка, которую уже окрестили ящиком Пандоры, ему, как бы, вот, значит, социальные сети, как ящик Пандоры современности. Но самое интересное, это два деревянных стула, которые стояли просто за Павлом Дуровым. И не просто стула, а два стула прямо как из тюремной загадки. На одном стуле были, значит, деревянные пики, а на другом стуле были деревянные, ну, пенисы. Вот, ну, наверное, наши зрители, может, кто не знает, да, но есть такая тюремная загадка. Как вы считаете, это совпадение все или действительно какие-то тайные сигналы Дуров пытался своим зрителям передать? Слушайте, вы знаете, если мы пойдем дальше в это все дело копаться, мы таким образом договоримся до того, что Павел Дуров является иллюминатом или масоном, и вообще он там принадлежит Бильдиберскому клубу вместе с Чубайсом, уехавшим из России. Нет, я думаю, что, понимаете, про последние годы, вот, он же не давал интервью сколько, 7 или 9 лет или 10 лет, я уже не помню, сколько, честно говоря, я не очень-то и следил за его биографией последние годы. Телеграммом пользуюсь, полезная штука, а вот за биографией Дурова не слежу. Но, понимаете, он же действительно и раздевается, и вот, и получится в этих всех ваннах, и, ну, это такая история, это для привлечения женского внимания, внимания одиноких девушек или женщин, да. Это какая-то такая история человека, который хочет понравиться. Я посмотрел его интервью, я посмотрел его в оригинале, причем посмотрел сразу. Как-то, не знаю, мне оно попало, и я его стал смотреть. Я думаю, может, там какая-то загадка будет, знаете, может, что-то можно будет посмотреть и интересное познать. Нет, ну, я увидел, что Павел Дуров хороший, это такое было самолюбование, это были, вот, эти вот разные фигурки, я на них вообще не обратил внимания, несмотря на Такера Карлсона, честно говоря. И на то, что он говорит, мне показалось, что он вообще не готовится к интервью, ну, хотя, честно говоря, с такими показателями, как у него, можно и не готовиться к интервью. Вот, но я там ничего не увидел. Обсуждать Дурова и вот эти вот все кубики, стульчики и все остальное, но, наверное, он хотел на это обратить очень внимание, наверное, он очень хотел понравиться. Ну, наверное, кому-то понравилось, у него и своя аудитория. Понравилось ли вам, друзья, оставьте ваши мысли в комментариях, но если вы желаете нам, чтобы мы не отставали от Такера Карлсона, как минимум, по просмотрам, пожалуйста, прямо сейчас нажмите на палец вверх. Кстати, мне очень приятно, в последнее время от вас приходит много сообщений и в личные, и в моих социальных сетях с критикой и с комплиментами, друзья. Продолжайте, каждому отвечаю, поэтому будет очень приятно.